Дюфрейн Откройте со мной, пожалуйста, римлянам четвертую главу. Мы начнем это утро с четвертой главы римлянам. Тема этого служения — вера. Кто знает, что вера — захватывающая тема? Я обожаю учить о вере. Я люблю, когда меня учат о вере. Уже около 35 лет мы подпитываем и акцентируем истину о вере в нашей жизни. И я никогда не говорю «Ой, уже наскучило» или «Уже дошло». Нет. Чем больше я слышу об этом, тем больше я хочу об этом слышать. Важно то, что вера — это наша роль. Когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, нужна Божья часть и ваша часть, чтобы прийти к победе. Божья часть — это сила, а ваша часть — это вера. Итак, каждый раз, когда вы слышите учение о вере, вы слышите, как лучше выполнять свою часть. Поэтому это так ценно. Никогда не уставайте слышать о вере. Никогда не подходите небрежно к теме веры. Потому что вам нужно стать умелыми в потоке веры, чтобы вы мастерски выполняли свою часть. Когда вы мастерски выполняете свою часть, вам всегда легче сотрудничать с Божьей частью. Бог всегда выполнит свою часть. Но именно вера нужна, чтобы мы были способны сотрудничать с Божьей частью, с Божьим обеспечением для нашей жизни. И чем опытнее мы в вере, тем лучше будет наша жизнь. Аминь. Кто из вас за лучшую жизнь? Если вы посмотрите на ведущих специалистов в своей сфере, будь то научные исследования или мир бизнеса, или же взгляните на команды, берущие призы на спортивных соревнованиях, самые лучшие спортивные команды — всегда те, которые лучше всех развили навыки в базовых вещах. Аминь. Точно так же в бизнесе, точно так же в любом деле. Если вы хотите быть успешными, вам нужно приобрести базовые, основные, первостепенные навыки этого бизнеса, этого спорта. Для нас же это Слово Божье, Его основные истины. Вера — одна из этих основных истин, и нам нужно стать в ней умелыми, если мы хотим иметь успех, который Бог нам предназначил. Кто из вас знает, что успех не приходит автоматически, победа не приходит автоматически, он нам обеспечил победу, но эта победа ожидает явления нашей веры. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Итак, наша победа ждет, чтобы явилась наша вера. Когда приходит вера, победа вступает в силу. Аминь. Поэтому нам нужно позаботиться о том, чтобы обрести навыки веры, потому что вера является первостепенной, основной истинной жизни каждого верующего, который собирается пережить самое лучшее, что предлагает Бог. Значит, нам нужно проверять свою веру, проводить ее инспекцию, заботиться, чтобы она была в хорошем рабочем состоянии, чтобы она была сильной и, если можно так сказать, неповрежденной, свободной от искажений, свободной от чего-либо, что наносит вере вред. Что может испортить веру? Ну, как насчет страха? Как насчет забот? Как насчет непрощения? Как насчет всех этих вещей, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня, которые приходят в жизнь каждого, и нам нужно знать, что впускать и что не впускать, потому что главное — защитить свою веру. Я не могу допустить обиду, потому что если я ее допущу, моя вера будет повреждена, а ведь однажды мне понадобится моя вера. На самом деле, мне каждый день нужно, чтобы моя вера работала, но однажды мне может особенно понадобиться чудо. Мне нужно будет, чтобы моя вера работала. Поэтому, чтобы всегда быть готовым к победе, лучше всегда иметь сильную, неповрежденную веру. Без погрешностей. Аминь. Значит, нам нужно всегда питать свою веру, всегда укреплять ее, но еще нужно избегать всего, что преуменьшает важность веры. Избегать любых учений, которые занижают, преуменьшают или отрицают необходимость веры. Это стратегия врага. Любая доктрина, которая лишает вас вашей веры, это стратегия, которая нравится врагу, потому что, когда ваша вера слаба, у него есть возможность войти. Итак, храните свой дух, храните свой слух. Аминь. От всего, что могло бы преуменьшить необходимость веры в вашей жизни. Иуда сказал следующее в третьем стихе. «Я призываю вас ревностно сражаться за веру». Заметьте, насколько активно это звучит, ревностно сражаться. Это не какая-то апатия. Вы принимаете агрессивное решение, что я ревностно сражаюсь, чтобы получить что? Большую веру. Больше веры. Больше навыков веры. Почему? Очевидно, потому что что-то противостоит и пытается забрать у нас нашу веру. Поэтому нам и нужно ревностно сражаться, чтобы то, что против нашей веры, не победило. Итак, нам нужно ревностно сражаться за веру. Слово также говорит, что праведной верою жив будет. Мы не сумеем даже просто жить изо дня в день так, как Бог предназначил, без веры. Слово говорит в послании евреям, что без веры невозможно угодить Богу. Мы не можем угодить Богу без веры. Я не знаю, как вы, а я хочу, чтобы Богу была угодна моя жизнь. Бог любит каждого, но я хочу, чтобы Он не только любил меня, но чтобы Он был доволен мной. И этот фактор верующие часто упускают в своей жизни. Вопрос не только в том, любит ли меня Бог, но и доволен ли Он мной. Я люблю всех своих детей, но я не всегда была ими довольна. Даже когда они не угождали мне, моя любовь не изменялась. Однако это влияло на мое довольство ими. Я не хочу отрицательно влиять на Божье довольство мной. Как же позаботиться о том, чтобы Он всегда был доволен? Без веры невозможно Ему угодить. Поэтому, будучи в вере, вы Ему угождаете. Аминь. Еще без веры невозможно угодить Богу, потому что без веры вы не можете принять все, что у Бога есть для вас. И если вы не принимаете того, что у Него есть для вас, Ему не угодно, что вы обходитесь без этого. И поэтому Ему не угодно, когда у вас нет веры, потому что Он не может благословить вас так, как Он хотел бы вас благословить. Бог не удерживает ничего от нас, но мы не способны получить, когда наша вера не проявляется должным образом, когда она не действует и не движется. Тогда Бог лишен возможности благословить нас, и Ему не угодно, когда Он не может благословить нас так, как хочет. Аминь. Еще. Слово говорит нам в Евреям, в рассказе о том, как Бог выводил народ свой из Египта, что проповедуемое слово не принесло им пользы. Правда, удивительное заявление. Проповедуемое слово не принесло им пользы. Почему? Потому что оно не было растворено верой слышавших. Поэтому, чтобы вам вообще получать пользу от слова, вам нужно иметь веру. Вы можете сидеть и слушать учения из слова всю свою жизнь, но если вы не растворите это своей верой, то это не принесет вам никакой пользы. Становится ясно, что не бывает такого времени, когда мы можем обойтись в своей жизни без веры. Вы даже не можете сидеть на церковном служении и слышать учения из слова, и получать то, что у Бога есть для вас, если вы к этому не присоедините веру. Аминь. Слово должно быть растворено верой, иначе оно не будет правильно работать. Вера превращает слово в силу. Божье слово просто записано в книге, но когда вера смешана с этим словом, которое написано, она превращает это слово в силу. Аминь. И как мы говорили, сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы даже не можем принять победу в своей жизни без веры. Я буду продолжать питать свою веру. Как насчет вас? Теперь понятно, почему вера приводит нас в восторг. Учение о вере. Аминь. Итак, слово говорит нам, что верующие – суть сыны Авраама. Библия называет нас детьми Авраама. Почему? Не через кровное родство, но через родство веры. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И те, кто верят Богу, тоже дети Авраама. Почему? Не по крови, а по вере. И раз Новый Завет называет нас детьми Авраама, нам нужно выглядеть, как дети Авраама. Что делал отец Авраам? Как действовала его вера? Мы займемся этим вопросом сегодня утром. Римлянам, 4 глава. Я начну читать 17 стиха, и будем читать до 21 стиха. Здесь написано об Аврааме. Вы знаете, что у Авраама не было ребенка. Они с женой были в преклонных годах, и Слово Господне пришло к нему. Я соделал тебя отцом многих народов. Бог сказал это бездетному мужчине. 90-летнему мужчине. Аминь. Кто на это скажет, что Бог есть Бог веры? И поскольку Бог есть Бог веры, и Он говорит слова веры, нужны уши веры, чтобы это услышать, и чтобы не отключиться от этого, не отмахнуться от этого. Требуется вера, чтобы просто услышать, что говорит Бог веры. Итак, Он сказал Аврааму, и это записано в Римлянам 4, 17. Как написано, «Я соделал тебя». Заметьте, «Я соделал тебя». Уже соделал тебя. Это слова веры, не так ли? «Я уже соделал тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, чтобы стать отцом многих народов». Обратите внимание, Бог сказал, «Я тебя соделал отцом многих народов». Но сказано, что Авраам сверх надежды поверил с надеждою, зачем? Чтобы стать. Поймите, Бог уже соделал вас кем-то, но, приложив к этому веру, вы становитесь тем, кем Он вас сделал. Он уже сделал вас исцеленными, так? И когда вы к этому прилагаете свою веру, вы становитесь тем, кем Он вас уже сделал, исцеленными. Он уже сделал вас процветающими, но когда вы к этому прилагаете свою веру, вы становитесь тем, кем Он вас сотворил. Не проживите эту жизнь, не став тем, кем Он вас создал. Всегда становитесь тем, кем Он вас уже создал. Вы скажете, «Я не понимаю этого, пастор Нэнси, что ты имеешь в виду». Дети могут родиться с врожденным талантом, способностями. У кого-то талант к спорту, у другого к музыке, но то, что вы родились с этим талантом, не значит, что вы будете искусными в этом таланте. Вам нужно стать певцом, которым вы были рождены. Вам нужно стать плотником, которым вы были рождены. Вам нужно стать им, так? Даже в физическом мире мы осознаем, что наличие таланта не гарантирует автоматического успеха. Талант нужно развивать. Точно так же Бог соделал вас спасенными. Он соделал вас исцеленными. Он соделал вас процветающими. Он соделал вас победителями. Он соделал вас мирными. Он соделал вас радостными. Теперь станьте ими. Как же стать ими? Приложите к этому свою веру и предъявите требования к своей жизни. Вот что Он мне уготовил, и так я и буду жить. И я не смирюсь ни с чем меньшим. Я буду тем, кем Он меня создал. Я не хочу, чтобы, когда я попаду на небо, Он мне показал, кем я могла бы быть. Я хочу стать такой сейчас. Как же стать? Поверить в то, что Он говорит. Растворить это своей верой. Аминь. Итак, как и Бог Авраам называл несуществующее, как существующее, он сверх надежды, поверил с надеждой, чтобы стать отцом многих народов, по сказанному, таким будет семя твое. «И не будучи слабым в вере, он не принимал во внимание свое тело, уже омертвевшее, когда ему было почти сто лет, и омертвение у тробы сариной, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был силен в вере, воздавая славу Богу, и будучи полностью уверен, что Бог способен и исполнить обещанное». Итак, это список ингредиентов веры Авраама. Поскольку он наш отец в вере, мы, как дети этой веры, должны делать точно то, что делал он. Почему бы нам не рассмотреть некоторые ингредиенты его веры, перечисленные здесь? Аминь. Мы видим первый ингредиент, что делал Авраам. Он называл «несуществующее, как существующее». Заметьте это сильное слово «называющий». Вера ведет себя определенным образом. У нее есть задание. Что делает вера? Вера называет, зовет. Вы призываете что-то, что еще не явилось. Аминь. Мы можем быть уверены, что мы победители. Мы можем быть уверены, что мы исцелены, мы процветаем. Почему? Потому что это не плод нашего воображения, это Бог сказал о нас. Поэтому и мы должны так себя называть. Поскольку он называет меня исцеленной, я называю себя исцеленной. Вот что делает вера, она называет. У нее есть голос, она призывает. То, что еще не проявилось, проявится. Как долго нужно звать, пока не проявится? Аминь. Важно то, что вы не можете называть себя кем-то, если вы не знаете, кем Бог вас называет. Вам нужно присоединиться к Нему и называть себя тем, кем Он вас назвал. Поэтому вам нужно знать, что говорит Слово. Поэтому вам нужен пастор, поместная церковь, потому что они учат вас о том, кем Бог вас уже назвал, кем Он уже разрешил вам быть, чем Он уже благословил вашу жизнь. Вам нужно к этому приложить свою веру, свое провозглашение, свои слова, называть, чтобы стать тем, кем Он вас уже призвал быть. Недостаточно того, что Он вас так назвал. Вам нужно согласиться с этим. Вы не станете кем-то от того, что Он вас так назвал. Вы станете кем-то, потому что ваша вера поверила в то, кем Он вас называет. И ваша вера соглашается и говорит то же самое. Аминь. Итак, это первый ингредиент, который мы видим в вере Авраама. Называть несуществующее, как существующее. Заметьте, вам нужно выяснить, что говорит слово. Возможно, в детстве вас называли нищим. Может, вас называли неспособным учиться. В прошлом окружающие люди могли называть вас по-разному. Вам нужно перестать называть себя кем-то, кем Бог вас не называет. Оставьте все то, кем Бог вас не называет. Если Бог вас так не называет, так это потому, что это не вы. Бог называет вас тем, кто вы согласны Его определению. Аминь. Ну, у меня просто низкая самооценка. Но не так вас называет Бог. Не называйте себя так. называйте себя тем, кем Бог вас называет. А Он не поддержит вас, если вы называете себя иначе, чем Он вас называет. Он поддержит то, кем Он вас называет. Вы не можете сказать «Я болен». Он это не поддержит. Он не будет с этим работать. Он называет вас исцеленным. Вам нужно называть самого себя исцеленным, когда выглядит, будто вы не исцелены Когда ощущение такое, будто вы не исцелены Почему? Потому что вера называет что-то от того, что знает, что мне нужно, чтобы это проявилось И это проявится только, если я это позову Недостаточно, чтобы это говорил ваш пастор Недостаточно, чтобы ваш супруг это говорил Недостаточно, чтобы другой христианин это говорил вы станете только тем, кем вы себя называете. Аминь. Но как набраться смелости называть себя кем-то? Если Бог первый меня так назвал, значит, так и есть. И симптомы могут проявляться в вашем теле, чтобы назвать вас больным. Но не называйте свое тело тем, чем его называют симптомы. Аминь. Позаботьтесь, чтобы вы всегда называли себя в соответствии с тем, кем Бог вас уже назвал. Ну, у меня просто никогда не хватает денег. Бог не может это поддержать. Бог не называл вас человеком, у которого всегда недостаток. Он назвал вас больше, чем достаточно для вашей жизни. Поэтому вы должны всегда называть себя в соответствии с тем, кем Он вас уже назвал. И вам не нужно самому как-то сообразить, кем же Он вас назвал. Выясните это. В слове. Аминь. Будьте учеником слова, чтобы это выяснить. В Матфея 8,17 сказано, что Он взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. 1 Петра 2,24. Ранами Его вы исцелились. То есть, Он называет Меня исцеленной. Мое тело может называть Меня больной. Голос боли может говорить «ты не исцелена». Но не называйте себя так. Называйте себя тем, кем Бог вас называет. Именно так поступает вера. Когда что-то противостоит, противоречит, вера говорит «я называю себя исцеленной» не потому, что мое тело исцелено. Я называю себя исцеленной, потому что Бог называет меня исцеленной. Поэтому мое тело должно стать тем, кем Бог его уже назвал. Когда вы садитесь оплачивать счета и выглядит, что недостаточно денег, говорите, я называю себя преуспевающим. Бог уже сказал, что Он обеспечит меня. Филиппийцам 4.19 Бог мой восполнит всякую, всякую-всякую мою нужду. По богатству Его, в славе Христом Иисусом. Он восполняет мои нужды не согласно моему доходу. Он восполняет мои нужды согласно чему? Его обеспечению. А Его обеспечения более чем достаточно для всего, с чем я сталкиваюсь. Вот кем я себя называю, вот кем я себя называю. Я обеспечена, вот кем я себя называю. И когда ваш супруг говорит, дорогая, у нас хватает денег, просто ответьте. Я лишь знаю, что Бог сказал. Бог сказал, что Он обеспечит все. Поэтому я называю нас обеспеченными. Я называю нас обеспеченными. Аминь. Это первый ингредиент, который мы видим в вере Авраама. Мы дети Авраама. Значит, это должно быть и в нашей жизни веры. Аминь. Библия показывает нам эту великую истину. То, что вы позовете, то и придет к вам. Аминь. Если то, в чем вы нуждаетесь, не приходит, больше зовите. Если то, кем Бог вас создал, не проявляется в вашей жизни, оно ждет, пока вы позовете. Позовите словами уст своих. Аминь. Зови, зови, зови. Очень часто люди думают, что Бог не восполняет их нужды, когда, по сути, они просто не зовут свой ответ. Не провозглашают. Аминь. Если вы увидели немного перемен в своей ситуации, провозглашайте больше, и вы увидите больше перемен. Какой мерой провозглашаете, такой мерой это и будет проявляться. Если вы зовете что-то раз в месяц, то оно продвигается в вашем направлении только раз в месяц. Но если вы провозглашаете в течение всего дня, спасибо Богу, что я исцелен, я называю себя исцеленным, спасибо Богу, я обеспечен, спасибо Богу, я преуспеваю. «Отец, ты сказал, что я преуспеваю, и я не смотрю на свой доход, зарплату, работодателя, не иду требовать повышения, потому что благословен Господь, пусть лучше повысит мне зарплату, потому что я дитя Божье». Бог даст вам преуспевание, не нужно обижаться на человека, не нужно дерзить своему работодателю, аминь, споря с ним о своей зарплате. Взывай к Богу, не взывай к человеку, взывай к Богу, аминь. Аллилуйя. И это великая истина, вы становитесь тем, кем себя называете. Аминь. Чем больше вам что-то нужно, тем больше это называйте. Аминь. Второе, что сказано об Аврааме, это второй ингредиент, который мы видим в его вере. Авраам верил согласно сказанному. Заметьте, он не верил согласно тому, что чувствовал. Он не привязывал свою веру к своим чувствам. Он не привязывал свою веру к своим эмоциям. Он привязывал свою веру к тому, что сказал Бог. И он верил согласно тому, что было сказано, а не тому, что он видел, или тому, что он чувствовал. Он не верил согласно тому, что об этом говорили другие люди. Он верил в соответствии с тем, что сказал Бог. Значит, если то, что говорят другие, или говорят ваши чувства, или даже ваши собственные размышления, не согласны с тем, что говорит Бог, не верьте в это. Аминь. Вера верит только по одной причине, потому что Бог сказал это. Что сказал Бог? Если вы хотите иметь сильную веру и победу в своей жизни, то вам всегда нужно возвращаться к этому вопросу. Что Бог сказал по этому поводу? Что Бог уже сказал мне по этому поводу? Аминь. Если Бог сказал это, мне этого достаточно, чтобы в это поверить. Ведь Бог наслаждается, когда Его люди верят Ему без каких-либо доказательств. Они верят, потому что Он это сказал. И когда вы верите просто потому, что Он это сказал, то доказательство проявится. Аминь. Все, что отличается от того, что говорит Бог, должно измениться. Должно измениться. Но вам нужно востребовать эти перемены через провозглашение. Если не будете провозглашать, все будет оставаться таким, как было всегда. Я говорю, все будет таким, как было всегда. Итак, у нас есть вера Авраама в качестве примера для нашей жизни. Так? Первый ингредиент веры Авраама каков? Она называет несуществующее, как существующее. Это о вас. Вы называющий. Аминь. Я называющая. Я называю каждый день, каждый день, не раз в неделю. Каждый день я называю. И второе, что вы делаете? Я верю на основании того, что сказал Бог. Не на основании того, что говорит мое тело. Не на основании того, что говорят мои финансы. Я верю на основании того, что говорит Бог. Почему? Потому что я живу верой. Праведник верою жив будет. Это мой образ жизни. И я не смирюсь ни с чем меньшим, чем жизнь веры. Жизнь веры — лучшая жизнь. Аминь. Кто из вас скажет, я в это верю? Это лучшая жизнь. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!